Превышение скорости. Вот говорят, что у вас признаки наркотического пиения. Ну вот сейчас спускаю в больницу и будут доказать. До пункта назначения этот парень не доехал всего-то 50 метров. Молодой человек перегонял машину сестры. На съезде с Толбухинского моста перед автомобилем возник жезл инспектора. У дорожных полицейских серьезное подозрение, что водитель перед поездкой употреблял наркотики. Кроме того, у попавшегося проблемы с документами. Была остановлена автомашина, водитель которой управлял данным автомобилем без водительского удостоверения. В данный момент составляется на него административный материал. А также водитель будет направлен в экспертное отделение наркологической больницы для восстановления состояния опьянения. А вот у путепровода рядом с моторным заводом сразу несколько автомобилей и оперативных служб. Дорожно-транспортное происшествие здесь случилось около 11 вечера. Судя по повреждениям, иномарка перевернулась. Сейчас мы находимся в метрах 50 от разбитой машины. За моей спиной видно проблесковые маячки патрульных машин. Именно здесь Hyundai Santa Fe снес дорожный знак. После этого джип несколько метров пронесся по разделительной полосе, выдирая вот такие булыжники из земли. Рулевой джипа на камеру общаться не отказывается, но пояснить по делу ничего не может. Видимо, плохо защищена дорога. Скажите, а перед повесткой что-нибудь выпивали? Не знаю. А куда ехали-то? В гараж. А откуда? С дома. Вы вроде бы выпили немножко, если так кажется. Это вам кажется. За два дня в ходе операции «Бахус» было поймано 84 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторами выявлено более 5000 административных правонарушений, в том числе из-за превышения скорости. Георгий Ковчин, Александр Широкий. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин